Всем привет, ребят! Вы уж извиняете, но на этой неделе шуточек от меня не будет, ну просто некогда! Ну а вы в конце концов сюда за новостями пришли или шутки шутить? Ладно, поехали! Начну я с довольно-таки радостной новости для всех, кто не говорит и не читает по-английски. Буквально вот вчера компания Destiny Development объявила о том, что стартовала работа по локализации и изданию игры Terra в России. Детали и сроки выхода не сообщаются, но хочется верить, что случится сие радостное событие до конца этого года. А между тем, Star Citizen взяла планку в 48 миллионов долларов. За это великое достижение все игроки получат огромный корабль, объединенный Империей Земли, Раталейдер. Следующий рубеж, ясен перец, 49 миллионов. За него разрабы добавят в игру очередной космический аппарат Бонсай для расы Ксиан. Корабли за лям порочная практика, скажем прямо. Так что не может не радовать, что Cloud Imperium Games скоро изменят политику краундфайдинга. Blizzard сообщает, что совсем скоро китайский вариант Diablo 3 наконец-то появится, собственно говоря, в Китае. Компания уже больше двух лет пытается получить разрешение на выпуск игры в этой стране, но пока что-то не удавалось. А у них там все очень строго. Если Министерство культуры произведение не одобрит, оно просто нигде не появится. Но, похоже, вопрос наконец улажен, так что всем китайцам радоваться. А на английскую Lord of the Rings Online установили огромное дополнение Path of the Dead, которое добавляет в игру гору всякого. Максимальный уровень персонажей подняли до сотки. Появилась локация Западный Гондор. Также обнова устраняет вагон багов, добавляет кучу лутов, плюс был переправлен баланс классов. Упавшие из дуба разрабы в конец охамели. Создатели Арклорд 2 выложили все 20 музыкальных композиций из игры. Однако ни у одной мелодии нет названия. Но они просто не смогли придумать им название, понимаете? В итоге дали старт ивенту. Игроки могут придумывать свои варианты названия мелодиям и отсылать варианты разрабам. И когда для всех 20 композиций будут определены названия, разработчики запустят акцию, в ходе которой все игроки будут получать на 20% больше золота в Арклорд 2. Торопитесь принять участие! Из Китая пришли ужасные вести. Там поймали молодую пару, которая продавала своих детей. А вырученные бабосы муж спускал на предметы в онлайновых фри-то-плей играх. Всего было продано два ребёнка, так что, видимо, эпический меч 60-го уровня китаец купить успел. Правда, теперь любитель фри-то-плея сидит в тюрьме, и ему грозит смертная казнь. И теперь коротко не онлайновые новости. Внезапно всплыла дата долгожданной компьютерной версии GTA V. Судя по всему, игра появится в продаже уже 14 ноября. Копим деньги на лицензию. Ходят слухи, что уже 26 июня на Комик-коне в Сан-Диего разработчики из BioWare расскажут детали о новой Mass Effect, обещают подробности сюжета и игры в целом. Кому бы душу продать за билет до Сан-Диего? Ну и вот как-то так. На этом всё. Услышимся завтра. Ничего не меняется, не болейте. Эй-эй-эй, стоп-стоп-стоп, не расходитесь. Новости, конечно, кончились, но я вот чё напомню. Не забывайте про наш конкурс блогов, который вовсю и постоянно идёт на сайте mmorpg.su. Ссылка в блоге прямо вот если по аннотации щёлкнуть. Двое авторов уже получили свои заслуженные награды. Бандл World of Tanks Rollout получил автор статьи про космос и космосимы. А стильная мышка SteelSeries World of Warcraft Gold Edition досталась автору поста про хардкор. А вот ты, да-да, ты, ещё не участвовал, верно? Тогда дерзай. Заходи на наш сайт и напиши, о чём хочешь, в своём блоге. Да не просто к бы как, а пост, приятный глазу, и который захочется перечитывать снова и снова. Напишешь лучше всех, получишь приз. А приз на этот раз у нас шикарный. Гарнитура SteelSeries 3HV2. Ровно через две недели мы объявим победителя. Удачи! Редактор субтитров А.Сёмкин